Здравствуйте! Спасибо, что пришли в первый такой снежный день. Я реально сюда, это первое место, куда я сегодня реально успел за день. Все остальное не получилось. Так что, те, кто пришли, спасибо большое. Меня зовут Турасов, Андрей. Я 17 лет в информационных технологиях, в самых различных ролях, на передовой. Я последние годы руководил различными исследовательскими центрами больших международных компаний с миллиардными оборотами. То есть это действительно большие компании. Поэтому я всегда был на передовой технологии, всегда интересовался всем самым новым и тем, что будет через 5 лет. Потому что это задача основного исследовательского центра. И вот пару лет назад я очень активно начал заниматься блокчейном, в основном криптовалютами и блокчейном. Потому что я не считаю себя экспертом в блокчейне. Я знаю много талантливей людей, которые больше разбираются в криптографии, в блокчейне. Сегодня меня попросили рассказать вам такие базовые вещи о блокчейне, о криптовалютах. Поэтому если для кого-то это будет скучно, кто-то уже много всего знает, сразу прошу прощения. Я буду рассказывать какие-то базовые вещи, плюс свое мнение по некоторым причинам того или иного явления, связанного с блокчейном, с криптовалютом. Я хочу начать с причин распространения криптовалют в целом. Многие связывают появление блокчейна и сравнивают появление блокчейна с появлением интернета. И мне очень нравится эта аналогия. На самом деле, в ней есть очень много смысла. Потому что когда появился интернет, интернет разрушил очень серьезную монополию. Кто может сказать, какую монополию разрушил интернет? Какие издательства? Вот близко. Монополию на что? На информацию. Монополию на информацию, совершенно верно. То есть наше общество пришло к какой-то моменту к тому, что мы делегировали государству, СМИ, каким-то центральным организациям монополию на информацию. На производство информации, на получение информации, перераспределение информации. Когда интернет появился, особенно когда получил широкое распространение, каждый из нас получил доступ к информации. То есть мы получили первый бесплатный, почти мгновенный доступ к любой информации. То есть вопрос сейчас не в том, есть ли информация в интернете, а в том, какими навыками мы обладаем для того, чтобы ее получить. То есть информацию можно получить самую разную, о любом из нас, информация в интернете есть, вся, все, чем мы занимаемся в интернете, где-либо, когда-либо, все это есть. Вопрос, как это можно получить. То есть монополия на доступ к информации исчезла, плюс монополия на создание информации. Каждый из нас может пересоздавать информацию, все другие люди могут ее читать, анализировать. Поэтому интернет разрушил очень серьезную монополию за счет децентрализации и за счет мгновенного бесплатного доступа. И вот сейчас, по сути, информация не есть власть. Еще 10 лет назад все мы знали известную фразу «информация – это власть», но сейчас это не власть. Властью сейчас обладает тот, кто не только создает информацию, но кто даже первый может воспользоваться этой информацией. Вот на рынке криптовалют, есть очень хороший пример, это трейдинг. Вот то, что вы знаете, что какая-то вышла новость о той или иной криптовалюте, или о той или иной технологии, о биткоине, вам не дают возможности на этом заработать. Потому что эту новость кто-то создал для какой-то конкретной цели. Ну, чаще всего как раз для движения цены в ту или иную сторону. Поэтому власть обладает тот, кто создал эту информацию. Теперь у нас осталась еще одна монополия, которая, ну, тоже мы ее логично как общество, мы ее передали центральным органам, лице государства, центральных банков. Это монополия на ценности. Потому что мы друг другу не доверяем, люди все разные. И логично, что нужен нам какой-то третья сторона доверенная, которая будет подтверждать, что да, у меня не стало 100 долларов, а у того, кому я передал 100 долларов, они появились. Вот поэтому сейчас эту роль выполняют банки довольно успешно. Но, понятно, в связи с такой монополией есть очень много минусов, очень много последствий такой монополии. И одно из последствий, понятно, логично, это неравномерное распределение ценностей. То есть очень неравномерно богатство распределяется между разными слоями общества. Понятно, что это многим не нравится. И многие умы последние 10 лет над этой проблемой работают. Когда стало понятно еще в 2000-х годах, что текущая экономическая модель в мире, она уже не работает. И она не работает в том числе потому, что есть монополия на создание ценности, на эмиссию ценности, на перераспределение ценности и контроль за перемещением ценностей. И вот как раз биткоин это один из способов забрать у банка, у государства эту монополию, забрать эту функцию, которую мы делегировали в какой-то момент развития цивилизации, государства, забрать обратно общество. Блочей на самом деле это не технологии, это целый стат технологий. То есть это и криптография, это цифровая подпись, это система хранения данных и так далее и тому подобное. Вот они принимают решение, что давайте у нас будет на острове своя монета. Каждый из них получит по 100 монет. И они договариваются, поскольку они не доверяют друг другу полностью, они договариваются, что каждый из них будет держать на бумаге полностью каждую запись, любое изменение вот этого баланса, изначального баланса, любое изменение будет у каждого в записной книжке. Каждый день они договорились, каждый день вечером они будут подбивать итог дня. Вот вечером кто-то один будет ходить по острову и собирать информацию о том, кто кому сколько передал. Это называется итог дня. Вы решили, что это будет делать один, он должен подписаться, но другие должны подтвердить, потому что он может туда неправильную информацию завести. Поэтому другие должны поставить тоже подпись под тем, что они согласны, что да, вот за этот день были такие изменения. И также они приняли решение, что поскольку один, что не обязательно нужна подпись всех четырех. Достаточно большинства для того, чтобы считать, что да, этот день верный, сверка произошла верно. Это решение нужно для того, чтобы, например, если один заболеет, уплывет куда-то, я не знаю, еще что-то с ним случится, будет недоступен. Но при этом не блокировать остальных, чтобы работа продолжалась, чтобы можно было подбить итог за день. Итак, вот как будет выглядеть несколько дней из их жизни. Представим, что вот эта записная книжка, они записали, они решили, что Хьюго первый делает запись в первый день, сколько у кого на балансе. Они решили, что у каждого будет по 100 маней. Первый подписывает Хьюго, поскольку ему доверили первому ввести баланс дня. Дальше он дает это на подпись другим, Сойеру, Кейт и Джеку. И они у себя копируют точно такие же записи, с точно такими же подписями. То есть вот эта запись с подписями хранится у каждого в блокноте, у каждого в записной книжке. Теперь наступает Гейт второй. Кейт производит какую-то транзакцию, она пересылает 2 монеты Хьюго за картошку, например. Она подписывает это, потому что она отдает деньги. И она подписывает, что да, я свои деньги отдала, свои 2 монеты отдала Хьюго. Дальше Сойер по очереди следующий подбивает итог второго дня. Он проходит по каждому, спрашивает, какие транзакции были, просматривает их записные книжки. Он записывает это в итог дня. И он потом пишет, сколько у каждого на конец второго дня оказалось монет. Да, у Хьюго 102, у Кейта осталось 92. Он ставит с первой свою подпись. Дальше ему нужно пройтись по остальным и получить их подписи. И в итоге баланс второго дня выглядит таким образом. Есть запись о действии, это называется транзакция, что Кейт передала 2 монеты, кому конкретно ее подпись Кейт. Эта транзакция заверена. И есть новый баланс, и есть подписи всех участников. Следующий день выглядит таким же образом. Хьюго совершает какую-то транзакцию Сойеру. Сойер совершает транзакцию 25 монет Джеку. Джек совершает транзакцию Хьюго. Каждая из них подписана тем, кто эту транзакцию совершил. И дальше по очереди Кейт, ее очередь сейчас подбивать баланс третьего дня. Она прошлась по всем участникам и собрала их действия. Но представим, что, например, она не нашла Джека по какой-то причине. Она не увидела, что у Джека есть тоже транзакция. Вот вам ставят свою подпись, конец дня. Им нужно закрыть баланс дня. Она идет к Сойеру, Сойер подписывается. Да, все верно. Проверяет свою тетрадь. Да, у Хьюго было столько-то, он отправил столько-то, получилось столько-то. Он это все проверил, ставит подпись. Дальше Сойер подписался. Потом она приходит к Джеку. А Джек говорит, подожди, а тут мои транзакции нет. Вот у меня же есть транзакция. Кейт говорит, ну дорогой, я тебя искал, искал, не нашла. Давай следующий день отправишь. Он говорит, я не буду подписывать. Она говорит, хорошо, у меня три подписи есть, блок валидный. Баланс валидный. Поэтому ты никого не блокируешь, мы твою транзакцию на следующий день отправим. То есть вот это на самом деле в очень приближенном виде, как работает блокчейн. Вот есть блок. Каждый баланс дня это один блок. Блокчейн. Баланс каждого дня связан с балансом предыдущего дня. Потому что нужно сверить, правильно ли балансы перераспределены между участниками. Каждая транзакция подписана тем, кто отправляет. И в итоге баланс дня подписывается участниками, достаточным количеством участников. Понятно, в биткоин сети не обязательно подписывают всеми участниками, там есть свои алгоритмы. Но если очень простить, это вот то, как работает сеть блокчейн. Первый день в сети блокчейн называется Genesys блоком. То есть самым первым блоком, в котором записываются изначальные балансы всех. По сути, как я уже сказал, цепочка блоков это дни. Один участник создает блок, подтверждается другими. Консенсус это то, что все подписали и согласны с тем, какие изменения были и какие изменения теперь есть. И вот в зависимости от того, как производится создание нового блока, кто может создавать этот новый блок, блокчейны разделяются на различные типы. Есть proof of work, это когда для того, чтобы создать новый блок, необходимо выполнить работу определенную, математическую, сложную математическую задачу решить. Есть proof of stake, это для того, чтобы иметь возможность создать новый блок и записать туда транзакции, нужно иметь существенную долю монет во всей сети. Вот, называется proof of stake. Есть еще также proof of authority и другие виды, но это как бы сейчас самые основные два. Кроме этого, блокчейны разделяются на публичный и приватный. Вот этот пример на острове, это по сути публичный, потому что нету никакой, эта сеть открытая. Любой может приплыть на остров, может присоединиться к этой сети. Биткоин это публичная сеть. Приватная сеть, блокчейн, это например, если организация или есть какой-то один контролирующий, контролируемый орган, либо, например, группа компаний решила, что им нужен блокчейн для того, чтобы взаиморасчеты какие-то перепроверять. Но это только закрытая группа компаний, закрытая группа людей. ICO это по сути форма привлечения инвестиций, когда какая-то организация или группа людей решает выпустить монеты и передать эти монеты людям, по сути инвесторам, в замен денег, тоже крипто денег. Сейчас в основном это крипто денег. Эти токены выпускаются либо разово, либо постепенно, но основной смысл в том, что организация A выпускает 1 миллион токенов и делает какое-то обещание, например, что цена токенов будет расти, потому что будет спрос на эти токены. Например, что под каждый токен мы гарантируем вам прибыль 10% годовых. Это очень абстрактно. И инвесторы, по сути, покупают эти деньги, эти токены для того, чтобы получить будущий прибыль. Есть также часть инвесторов, которые просто верят в технологию, для которой нужен этот конкретный токен. И они, например, хотят пользоваться продуктом. Например, кто-то выпускает токен, которым можно будет расплачиваться за авиаперелет. Ну, образно было. И вот люди, которые путешественники, они верят, что это будет удобно, это быстро, это будет дешевле. Они покупают эти токены для того, чтобы поддержать проект и в будущем пользоваться, оплачивать этими токенами в своих путешествиях со скидкой, например. Эта форма инвестиций, она очень сильно отличается от стандартного привлечения инвестиций в проекты, например, от венчурных фондов. И даже сильно отличается от краудфандинга. Потому что на самом деле, венчур, опять же, это уже изменилось. Это было еще в прошлом году. Сейчас это уже сильно приближается к венчурному инвестированию. Потому что там еще год назад инвестировать мог каждый. Инвестировали самыми любыми долями. Не нужно было идентифицировать себя никак. Вот я, имея любой кошелек, 300 кошелек, мог инвестировать в любой абсолютно проект. Меня никто не знал на той стороне. Но при этом мое право на эти токены подтверждалось моим адресом, приватным адресом кошелька. То есть никакой идентификации не было. Но сейчас все очень сильно поменялось. Вот последние полгода, причем это даже не связано с тем, что цена на биткоин упала. Просто, во-первых, с одной стороны государство и банки, и центральные банки, они понимают, что это все нужно контролировать, что это все нужно регулировать. С другой стороны, участники рынка, криптовалютного рынка и блокчейн-энтузиасты, они понимают, что дальше развитие этой технологии и адаптация этой технологии возможно только в легальном, в формальном русле. А для этого нужно пройти очень много этапов. И вот один из этапов, который, все это сообщество, к которому пришло сейчас, это то, что те первичные выпуски монет, они трансформируются сейчас в так называемый выпуск Securities. Я не знаю, как это на русском, но в чем смысл? Security Token Nothing. Отличие от того выпуска просто токенов в том, что в этом случае приравнивается выпуск токенов к выпуску, например, акций на бирже. То есть по факту вам нужно пройти почти те же процедуры. Я лично сейчас участвую в одном из проектов, в котором мы готовимся к этому. Вам нужно пройти все те же процедуры. Если вы хотите, например, принимать инвестиции от американцев, вам нужно пройти квалификацию и проверку, и получить разрешение комиссии по ценным бумагам. Это, по сути, самая главная организация в Америке, если вы начинаете выпуск каких-то акций. Вот поэтому они приравняли это к выпуску акций и говорят, что вы должны через это пройти. Это очень непростой процесс. То есть там проверяется все. Проверяется, откуда деньги. Проверяется, кому будут выдаваться деньги. Проверяется, какие правила у вас, какие требования у вас к конечному инвестору. Вот есть такие процедуры. KYC, IML, это вот одно из требований, например, комиссии по ценным бумагам. KYC это know your customer. Вы должны идентифицировать своего инвестора, который будет покупать у вас токер. И эта идентификация, она не просто, что я, там, Вася Пупкин. Это, что это аккредитованный инвестор. Что этот инвестор подтверждает, что он живет вот там, что у него такой-то адрес. Он подтверждает чуть ли не там свои какие-то финансовые дела. Но это тоже зависит от разных условий. От разных условий каждого security, как и ноферного. Но вот вся процедура, она уже очень близко приближается к тому, как это сейчас делается на биржах. На Нью-Йоркской бирже, на Сдаке и так далее. Да, и продавать и покупать смогут только друг другу, опять же, никому-либо. Этот инвестор, который прошел все эти процедуры, он сможет продавать только, опять же, тем инвесторам, которые прошли эту процедуру в этой компании. Называется White Listed Investor. Поэтому, и это вот, вот это движение, это идет изнутри всей блокчейн, всей блокчейн комьюнити. Поэтому, как раз как я сказал, потому что все понимают, что дальше развитие этой технологии возможно только в каком-то формальном, легальном русле. Сейчас это тоже нужно отметить ввиду, что эти процессы, выпуск токенов либо первичные, либо security токенов, это процессы очень дорогие. Поначалу компании могли потратить 10-20 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, поначалу, где-то полтора года назад, и выпустить токены, собрать пару миллионов долларов. Сейчас такая компания средняя, это полмиллиона долларов на то, чтобы в принципе организовать весь этот процесс. Большинство денег, а если это security токенов, то это больше, потому что большая часть пойдет нам на юридические вопросы, нужно открыть компанию, допустим, даже в Эйфтенштейне, нужно получить разрешение у комиссий по цельным бумагам стран, которым вы будете продавать и так далее и тому подобное. Это огромные деньги, но самое большое это маркетинг будет. То есть для того, чтобы привлечь инвесторов, сейчас такая конкуренция, что вот это порядок денег, который стоит этот процесс. Поэтому от него уже многие отказываются, он уже часто не имеет смысла. Это быстро я привозил пример еще на прошлой конференции, поскольку я выступал в Институте Энергетики. Примеры на рынке энергетики компаний, которые выпустят токены, и сколько они собрали таким вот способом инвестиций. Грид компания собрала 29 миллионов долларов, Пагу, Реджер собрали 17. И это небольшие суммы, на самом деле. Есть примеры. Телеграмм пример плохой, они собрали пару миллиардов, но это плохой пример, потому что он закрытый. А есть много компаний, которые собрали 50, 100 миллионов долларов. Это платформа, которая предоставит возможность легально покупать, обменивать, продавать цифровые активы. Эту платформу запускает компания, межконтинентальная биржа, которая владеет, по сути, нью-йоркской биржей. И понятно, что раз такая организация этим занимается, то у нее есть поддержка и все разрешения, и комиссии по ценным бумагам и так далее. Они работают в паре с Boston Consulting Group, с Microsoft. И вот это произойдет 12 декабря. Под это, я думаю, что цена биткоина очень активно вырастет, но даже не в цене дела, вот это действительно один из таких очень важных шагов. Это первая, по сути, формальная, легальная площадка для обмена цифровыми активами, разрешенная комиссией по ценным бумагам УМАН. Это очень важное событие.